Глупо спорить с тем, что Жозе Мауринью входит в число топовых тренеров. За португальца говорят его достижения. Многие тренеры с удовольствием согласились бы на прозвище физрук при таком количестве трофеев. Скажете, что Мауринью способен давать результат только с дорогим составом. Вспоминаем Порту. Скажете, что Жозе способен ставить только скучный оборонительный футбол. Вспоминаем Реал, рекорд результативности сливочных в Ла Лиге при Мауринью до сих пор никто не побил. Однако так получилось, что о Мауринью часто говорят не из-за игры и результатов его команд, а из-за его поведения. Жозе ранее часто был резок в высказываниях и поступках, но последнее время особенный становится каким-то уж чересчур токсичным. Давайте проанализируем поведение португальца. Подписав контракт с Ромой, Мауринью рассказывал о том, что он изменился. «Я не буду искать неприятностей. Теперь у меня больше опыта. Я стал более сильным эмоционально», — говорил португалец на первой пресс-конференции. Жозе раньше пытался показывать, что он стал более зрелым. В Тоттенхэме особенный преуменьшал свои заслуги, нахваливая игроков, устраивал ужин с командой Болбою, которого похвалил за быструю доставку мяча игроку перед голевой атакой. В Манчестер Юнайтед в ответ на комплименты тренера одного из скромных клубов Лиги Европы Мауринью рассказывал, что до сих пор учится у многих, в том числе у того, что выдал ему комплименты. Это был Юрий Вернедуб из «Зари». В общем, Жозе изображал из себя добряка. Но быть и казаться — разные вещи. Период в Роме четко показывает, что измениться Мауринью не способен. Будучи тренером Ромы, Мауринью не раз вступал в перепалки с оппонентами и судьями. Наиболее обсуждаемым стал инцидент в недавнем матче серии А против Криманези. Рома тогда проиграла команде, у которой до игры в графе побед стоял жирный ноль, что, конечно, было позорным результатом для Мауринью и его команды. Но еще более позорным оказалось поведение португальца. Он получил красную карточку по итогам конфликта с Марко Серой, работавшим на той игре четвертым рефери. Итальянские СМИ быстро узнали, что в ответ на претензии Мауринью Сера сказал примерно следующее, «Иди занимайся своими делами. Все смеются над тобой. Иди домой». Мауринью был в бешенстве. После игры португальский тренер сказал, что за такие слова, какие именно, он не уточнил, мог бы подать Нассеру в суд. Конечно, четвертый рефери не имеет права в подобном тоне разговаривать с тренерами, что бы ни случилось. Однако во фразе «все смеются над тобой», есть львиная доля правды. За Мауринью по ходу его карьеры и правда было весело наблюдать, но в последнее время он просто стал посмешищем. Кто-то скажет, что после позорного поражения от Криманези, Жозе проявил отвагу и взял удар на себя, защищая команду. Но по дисциплинарным наказаниям в этом сезоне тренер Ромы превосходит не только всех своих коллег, но и всех футболистов в серии А. Это явно перебор. Поведение Мауринью идет во вред Роме. Тренер, который регулярно отсутствует в технической зоне из-за дисквалификации, не может работать максимально эффективно, каким бы гениальным он ни был. К тому же Жозе совсем не стремится делать выводы. Недавно, даже будучи дисквалифицированным, он вступил в мини-конфликт с президентом Лацио, спросив у Клаудия Латитов под трибунки, ты кто такой? Наверняка в Роме серьезно задумываются над поведением Мауринью, ведь оно может мешать команде, борющейся за место в Лиге чемпионов. Плюс не стоит забывать о репутационных факторах. Так что особенный вполне может покинуть Рим уже ближайшим летом. Вряд ли Мауринью способен измениться, но ему точно нужно остудить пыл, ведь над ним теперь смеются даже те, кто считал его поведение забавным. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!